Как и ожидалось, армянская революция на самом деле оказалась просто рокировкой высшего должностного лица Армении таким шумным и красочным образом. Улица удовлетворилась тем, что ей удалось выдавить из власти уже надоевшего и нудного Сержа Сарксяна и на этом успокоилась. Импульс недовольства, который сгенерировал этот деятель, был удачно утилизирован и, как ожидалось, ничего особенно не изменилось. Подозрение в том, что нам показывают крупномасштабную имитацию революции, возникло еще тогда, когда выступления были в самом разгаре. Из Украины это заметно лучше, чем из любого другого места. Военные базы ВСРФ в Армении не для того там стоят, чтобы какой-то левый пассажир пришел во власть и поломал бы им всю игру. Мы прекрасно помним, как вынесенный из Банкова Янукович дал старт событиям, которые мы расхлебываем и сейчас. А все началось с той самой базы ЧФ РФ в Севастополе, которая всегда была раковой опухолью на теле Украины. Мало того, еще до этого момента, во время Майдана, Киев наводнили различные специалисты из РФ, чья профессия – разгон демонстраций или силовые операции под прикрытием, ведущие к физической ликвидации демонстрантов. А вот в Армении вся эта публика сидела на базах и не вмешивалась в ход событий. Это не просто не похоже на Москву, это ее подпись под сценарием событий. Конечно, можно было допустить, что именно в этом случае произошло стечение обстоятельств, приведших к некому невероятному результату, но он обязательно вел бы к нежелательному для Москвы раскладу. У Кремля в этой его колонии есть всего один, но очень важный интерес. Она должна играть роль основного и, главное, перманентного дестабилизирующего фактора в регионе. Самое смешное, что географическое положение Армении могло бы приносить ей деньги буквально из воздуха, но оно же, по воле Москвы, стало ее проклятием. Армения – маленькая страна, лежащая на пути множества крупных коммуникаций. Азербайджан и Туркмения, этнически и исторически близкие к Турции, постоянно увеличивают товарообмен между собой, а Армения лежит аккурат на этом пути. Только транзит через свою территорию мог бы обеспечить Армению нефтью, газом и прочими необходимыми товарами по самым выгодным ценам, и при правильной постановке вопроса она могла бы быть перекрестком всех коммуникаций. Но так сложилось, что Армения имеет враждебные или натянутые отношения со всеми соседями. С Турцией она имеет давнюю тяжбу еще с начала 20 века по факту избиения турками армян. С Азербайджаном идет уже 30-летняя борьба за Карабах, которому Армения так и не смогла дать ладу за все годы оккупации. Она тут играет классическую роль собаки на сене или затычки для враждебной Москве трубы. В общем, будь Пашинян самостоятельной фигурой, а не бородатой марионеткой, он просто обязан был пересмотреть отношения со своими соседями, ибо это залог и необходимые условия процветания страны. По крайней мере, он должен был сгенерировать сигналы в направлении Азербайджана и Турции о готовности разрубить этот гавниевый узел противоречий и начать чистить гавниевы конюшни, в которых скопилась всякой дряни сверх меры. Но главное, он должен был показать, что является самостоятельным игроком, а не куклой, которой Путин засунул сзади руку и управляет всеми движениями. Но все быстро встало на место. Пашинян заявил о неизменности позиции в отношении Карабаха и первый свой визит совершил к Путину в Сочи. Это значит, что он и его страна будут и дальше кормиться с руки похабного гнома и выполнять все то, что требовалось от его предшественника. То есть словами Остапа Ибрагимовича Бендера он продемонстрировал Путину всемилостивейше соблаговолить соизволите и долго при этом тряс бородой. То есть вместо одной марионетки Путин нахлобучил другую и проверил, как все правильно работает. Оказалось, что все работает прекрасно. А дабы у Пашиняна не возникало глупых мыслей, министром обороны Армении назначен некто Давид Танаян. В 1997 году он закончил военно-дипломатическую академию РФ. Это как раз тот вуз, который красочно описывал в своем романе «Аквариум» Виктор Суворов. Грубо говоря, данная академия – вуз, готовящий офицеров ГРУ, и как мы помним по Суворову, в ГРУ действует принцип «вход рубль, выход 2», что означает «из ГРУ только вперед ногами». А потому бывших ГРУшников не бывает в принципе. Чтобы ни у кого не возникало сомнений насчет данного вуза, его начальник всегда имел должность заместителя руководителя ГРУ. И вот этот человек теперь уже на законных основаниях руководит основным силовым ведомством страны. Собственно говоря, колония теперь привязана к метрополии намертво, даже крепче, нежели при ушедшем на дембель Сарксяне. Так что все, кто пытается слагать оды Пашиняну и армянской революции, могут сделать это в письменном виде и отправить непосредственно в Москву, в главное разведывательное управление генштаба МОРФ. Там его зарегистрируют и передадут либо Пашиняну, либо Танаяну. Теперь это будет работать примерно так. Любые восторги и щенячий визг будет направлен не премьеру Армении, а тем, кто так элегантно его поставил вместо Сарксяна. То есть все хвалебные речи будут подаваться ГРУ, других Пашиняна в революции и чего-то подобного больше нет. Все в Москве, как и было ранее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова